Ну что, всем добрый день, наверное, добрый день все-таки еще. Добрый после обед, вот. Короче, я пошел на море. Сегодня утром я был в обеденный осмотр, прозевал по ложечной причине, ну, потом узнаю это почему. И вот иду на море, сейчас уже не знаю, сколько времени, если честно, что-то я как-то из-за того не посмотрел, выходя. Ну, я так думаю, ориентировочно 16, 16 копейки, может быть, 17. Если я дойду до пирса, то я вам расскажу более детально. Вот, пока сейчас сказать вам ничего детально не могу. Просто иду на море, так как в голове у меня сейчас непонятно что. Что-то запарился просто, как-то так вот выехал, приехал туда-сюда. Ну, все дела сделал, поэтому все нормально, с чувством выполнено долго, снял много всяких разных, на мой взгляд, интересных видео. Ну, увидите вы их завтра, может быть, что-то, сегодня вы увидите, я не знаю, посмотрим. Поэтому с чувством выполнено долго иду на море. Заслужил. Не фига себе самокаты стали, а. В прямом смысле этого слова самокаты, раньше хотя бы ногой надо было немножечко толкаться. А, сейчас все. Направляемся к сторону стелы, точнее, мы уже не почти дошли, к столу пляжа Лазуни. Краткая обстановочка. Потом, наверное, окунемся в воду Черного моря. Пойдем на причал, сходим, посмотрим, что да как. Ну, и домой будем возвращаться. А вот как мы будем возвращаться домой, пока еще вопрос для меня. Я еще не решил. Так, что у нас там? Вы утром-то все помните, какая ситуация была? Так, музыка играет, мне нравится мне все это. А, ну, на нашем языке, поэтому нормально. Так, пытаться, пытаться, еще раз пытаться. Так, ну что, народу на море нормально-ненько так. Не скучно, водоплавающих нету, как вы видите. Тут место заняли все, что другие водоплавающие. В человеческом обличии, без всяких моторчиков. Что, пойти проверить себя в качестве водоплавающего? Сейчас, отдадутся чуть подальше, там, где музыки нету, поменьше. И будем пытаться с вами. Погружаться. Так, где-нибудь надо кинуть футболку, тапки. И море, море, море. Вот так идем погружаться. Водичка теплая. Уже попрозрачнее, чем было утром. Пожорно видно. А утром не было видно. Погружаюсь нормально. Небольшой перепад, конечно, есть. Но все быстро заканчивается. Хорошо. Смотрите, сколько людей. Сейчас мы, наверное, перейдем все-таки на другой режим, потому как колесико видно. слишком широкий охват. Вот как-то вот так вот. Смотримся на местности. Ну, я не скажу, что есть тур. Легкое волнение моря. Солнце светит прямо в глаз. Поэтому, видите, отверниться. Ну, отворачиваешься, ты видишь счастливых людей, которые загорают и отдыхают. Там вообще большие скопления. Ну, как всегда, у нас скопление людей там. На улице Колораж, на улице Павлова. То есть, когда идешь к морю и останавливаешься прямо сразу по прямой. Если же отойти вправо-влево чуть-чуть, будет посвободнее. Имейте это в виду, товарищи. Маленький такой, маленький вон маячок, подсказочка. Колесико крутится. Море теплое. Народ купается, загорает. Что еще? Что еще вам рассказать? Да ничего больше не скажу. К этому раны плавают. Вот он. Три капитана спереди. И два двигающих тела. Точнее, два мужчины в тело. Какие тела? Двигающая сила, вот. Здесь две лошадиные силы. Это, в данном случае, две человеческие силы. Ох, хорошечно. Так, лабора не потеряется, вот так пишут боку. Конечно, на подсвеченной стороне прикольно смотреть. Ну, во-первых, людей побольше, чем море в глубине. На вторых, и как бы солнце светит. В удачном ракурсе подстоять. Все подсвечено, все красивое. И зеленые деревья, вот. Ну что, обстановочку на море уяснили. Все нормально, все хорошо. Шторма нету. Тем, кто волновался за август, рано волноваться. Потому что все может измениться в любой момент. Ну, даже вот сегодня жарко, а 1 августа может быть дождь. А 2 августа будет уже опять жара и полностью. Так что особо не переживайте. Погода все время будет меняться. А может и вообще не будет меняться, кто его знает. Никто об этом сейчас вам конкретно, достоверно скажет. Даже в гидроме центра. Ну что, первую часть можно потихонечку и заканчивать. И отправляться снимать вторую часть. И вторая часть у нас, как всегда, с террасы. Хотя это уже, наверное, не обзор, даже, а так. Бог узнает, что, как это назвать. Просто вышел на море покупаться. После продолжительной прогулки. По Лазарьскому району и даже немножечко захотел в Сочи. Ездил в Сочи в том числе. Ну что, на этом все. Смотрим, увидимся до второй части. Обалденные! Всем привет, друзья! Подписчики! Алексея! Вам всем привет! От кормильца! Кормилиц здесь! Стишки почитай! Кормилиц в работе! Ладно, пускай работает, кормилиц. А мы пойдем на крышу. Итак, друзья, мы на террасе. Вторая часть Морлезонского балета. Холувоздушная, скажем так. Как вам вид? Там где-то ходит Дмитрий, кричит. Пожелаем ему удачу в продаже его в нелегком бизнесе. Ну вот, видите, только пожелали удачу, сразу девушка подошла. И что-то решила прогрести, скорее всего, трубочку. Как видите, людей на пляже уже много. Но, тем не менее, места свободного более чем достаточно. Я вам скажу, что по сравнению с другими населенными функциями, конечно же, Лазовская чуть-чуть-чуть-чуть получше себя ощущает. Есть у нас немножечко побольше людей, чем в той же Якорной щели, Валдане, Лао, Бегамысо. Но это неудивительно. Все-таки районный центр. В море полным-полно всяких различных суденышек, катамаранов. А вот парашютов я не вижу. Мы с вами помним, что место, где у нас техническая зона, сейчас занята людьми. А почему? Не знаю. Валдь, да что у нас такого нету, солнышко. Это даже странно. Предупреждения, которые были ранее, касаемые там всяких смерчей, наводнений, ураганов. К счастью, не сдулись. Никого, ничего нету. Все нормально. Люди отдыхают, загорают. Блогеры снимают. Вот. Ну, в общем, так и так. Такая вот ситуация на пляже на сей момент в поселке Лазовская. Чтобы узнать точное время и точную дату и температуру воздуха, мы отправимся с вами сейчас в третьей части на причал, товарищи. На причал. И посмотрим, откуда что творится. Ну, и, соответственно, узнаем температурный режим такой у нас. Пойду, наверное, все. Смотрите, сколько много, много, много народа. И я пошел снимать, переключать. Итак, после... Очередная часть после обеденного обзора мы с вами топаем по пляжу Лазовный и топаем на причал. Пока наблюдайте, сколько людей. Красного дракончика нету. На месте красного дракончика что-то там происходит. А ничего такого не происходит, просто отдыхают люди. там, где раньше стояли катера зеленый, красивый. Такой красненький. Всякие мусоны. Я не знаю, что у нас сегодня выходной такой себе устроили. Какой погодный денек. Зимой надо отдыхать. Вот, где они еще не тут. Ползили с той дорожки, как говорится. Смотрите, что творится. И только лечебную массажку даже и делать. Вот это способом такая вот может и огреть. Людей много. Загорает. Ну, а я уже почти добрался за причала. Иду. Кстати, там не я. Один там уже парнем. с фотоаппаратом такой мощной, серьезной камерой. Не то, что у меня снимает. Ну, я поснимаю чуть-чуть. Ну, наверное, уже помните, как дует реченьку на этой ступеньке. Вот больная часть я тут бываю. Да не я один тут бываю. Что уже говорить. Итак, сначала осмотрим. Северную часть отключала. Вот такой он там. не знаю, как она звать ее. Маленькую такую вот дельфинку. Итак, смотрим на северную часть. В сторону пляжа Гренады, Марины, пляжей Фламинго, Дельфин. Ну, как вам? Как вам? Нравится? Вот и мне нравится. Знаю, знаю, что скоро уже буквально через несколько дней первых числа августа будет массовый заезд. Это, наверное, вся Лазарская уже ждет. Очень много людей должно приехать и в том числе моих подписчиков. Считаю, дни уже, может, даже кто-то едет. Сегодня же 30-е, а что там осталось? Через день уже все. Кстати, а со временем я вас обманул, ребята, уже 17 часов 39 минут согласно борту с часом. 30 июля, сейчас скажу температуру воздуха. 17 часов, так быстро? Это мне уже скоро на стрим-то бежать-то. А я еще даже ролик не снял. 43 градуса. Вы знаете, я не ощущаю на 43 градуса. Может, у них там часы сбились или что-нибудь там такое. С термой утром. И ветерок такой сильный, что мне кажется, нет такого ощущения, что зажара такая. Честное слово. Такое ощущение, что градуса, наверное, ну, 28-30 вот так вот. А то и по времени мне что-то оказалось, что меньше, чем 17. 40-то. О, блин. Ну, и правильно, что, счастливых часов не наблюдают, а я счастливый живу в Сочи. Можно сказать, знаю даже прикуп. И вот. Смотрите, сколько народа плавает. Опять же, колесико, хоребой, традиционно, все традиционно. Не будем наступать. Ну, как бы, вот так вот, товарищи. Преимущественно, все загорелые, все-таки, осмотрю, вот, преимущественно, уже все не первый денек. Страна, где все, которые приехали вчера, ну, сегодня. кто-то стоит, не принимает солнечные ванны, стоя, кто-то лежа, кто-то вообще с пиками, по-друге. Как придут у дивана, так и получится. в общем, вот так вот, ребятки. Ситуация на пляже в Азурном офигительная, не побоюсь этого слова. Катаются круги, ну, и пловок, тут же. все нормально. Вот так вот. Поставил чуть-чуть другой режим. Чтобы показать вам ситуацию на данном пляже. Ну что, товарищи, я думаю, обеденный обзор можно уже заканчивать. Миссия выполнена, посмотрели, увидели людей полным-полно. Как там моя коробочка, да? Есть там муси, 50-50 дня. Все хорошо. Ну, можно уже говорить, до свидания. Побегу, выкладывать вам этот ролик. Спешу, так как сегодня я немножечко, нет, я не сочковал, немножечко был в отъезде. И, соответственно, в отъезде я не просто катался, я снимал в том числе. Ну, и был-то дела. Вот видите, я тебя фотографирую. Он свежий с ними, он свежий с ним. Этот такой. Он даже, может, меня снял. А я его. Ну, ладно. Все, друзья, всем пока. Конец. После обеденного ближе к вечальному обзора. Смотрите, смотрите, сколько народов. Вы приезжайте быстрее. Скоро сезон закончится уже. Конец июля. Остался август, сентябрь, октябрь, ноябрь и все уже. А там все. Все, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.